Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, братья и сестры! Мы начинаем нашу передачу беседы с батюшкой и сегодня у нас в гостях в прямом эфире протерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер! Добрый вечер, отец Александр! Здравствуйте, дорогие наши зрители! С наступлением вас Рождественского поста! Батюшка, вот сегодня первый вопрос хочу как раз по Евангелию, которая сегодня читалась во всех храмах. В притче о милосердном саморенении Господь показывает, как мы должны относиться к нужным наших ближних. Ко мне обратилась родственница, попавшая в эту тяжелую ситуацию, но у меня нет никакой возможности ей помочь в решении этой проблемы. Как мне в этой ситуации исполнить заповедь Божью? И пройти мимо совесть не позволяет и помочь Нему. Нужно тогда обратиться к Богу в разумлении, чтобы Господь указал, как я ей могу помочь. Потому что раз Господь попустил, что это она обращается к тебе, надо постараться воспринимать это как голос Божий. То есть, возможно, человек просто не все свои возможности оценил? Да, не сразу увидел, и так сказать, ну, много всяких вещей примешивается. Вплоть до воспоминаний, что 46 лет назад я ее тоже просил, а она вот. То есть, в этой ситуации ни в коей мере не нужно отодвигаться в сторону, именно по причине того, что, ну, нет. Даже и сказать, вот, там, я ничем не могу помочь, можно по-разному. А можно в эту ситуацию вникнуть и посмотреть, а нет ли тут, ну, избыточной трагедизации этого момента. Иногда человеку, на самом деле, вообще никакой трагедии нет. А вот так-то и так-то. Батюшка, очень такая частая ситуация, когда болящий человек требует полного внимания только к своим проблемам. Вот ты сиди рядом со мной, нет, вот ты со мной будь, или ты мне звони обязательно, там, каждые полчаса. И вот, то есть, такой вот приватизации другого человека на 100%. Ну, когда человек переступает свои прерогативы, ну, если это не грудной больной младенец, то идти у него на поводу, это наносить ему духовный вред. Но он злится, когда они не получают? Нет, злиться, скажешь, Голубыч, нехорошо. Если будешь злиться, как мы сможем продолжать наши отношения? Вот ты сейчас испортишь, и что? И останешься без меня? Давит на жалость. Нет, а я же, нет, я жалею. Но сидеть с тобой 24 часа в сутки... Нет, а в этом нет, я не вижу никакой нужды. Никакой нужды не вижу. То есть, такое тяжёлое духовное, или, так скажем, душевное состояние человека... Оно может быть совершенно не тяжёлое и не душевное, просто, так сказать... Каждый человек, особенно одинокий, и особенно мощной, он очень любит манипулировать. Есть такие люди, которые сами очень немощны, но очень любят делать добрые дела. Он позвонил кому-то, послал его, тот поехал, потом отчитался. И вот человек сидит и считает, что он очень, так сказать, вообще при деле находится. При этом может приврать. То есть, такой манипулятор получается? Тут, когда есть вот такой элемент манипуляции, ни в коем случае. Если идём на поводу, мы человека укрепляем в его вот этой мнимой правоте. А это ему очень вредно, особенно если человек молодой, растущий. Когда старый, уже ничего не повредишь. Всё равно скоро страшный суд, там мы всё объясняем конкретно. Но вот особенно воцерковляющиеся люди, они так горят с желанием творить добро. Очень хорошо. Поле деятельности огромное. Только опять, это добро не должно быть навязчивым. Это всё нужно делать с очень большим рассуждением. Чтобы добро не проразил в зло. В демьяну уху. Как бессмертный Иван Андреевич. Писал. Это сколько времени должно пройти, пока человек научится вот такому рассуждению? Ну, это вся жизнь. Это есть приобретение вот этой мудрости. Иначе жизнь пройдёт в каких-то пустых хлопотах в казённом доме. С результатом отрицательным. То есть добро творимое может быть и с отрицательным знаком? Да сколько угодно. Даже святые так говорили, что добро делается, когда не ради Христа, оно очень быстро превращается просто в зло. Вот, Борис, следующий вопрос, очень в тему, мне кажется. В моей душе постоянно возникает желание бросить официальную работу и просто помогать людям в их трудах ради любви ко Господу. Как понять, угодно ли моё желание Богу? Мало данных. Тут нужно учитывать всё. И размер зарплаты, и расстояние от работы до дома, и количество иждивенцев. Ну, всё. И квартплата. Ну, вот, всё-всё-всё-всё. И общий доход на душу членов семьи. А то сядет на шею в семье с ним. Зато добро делает людям, помогает им. Добро нельзя делать за счёт кого-то. Если найдёшь пять-десять энтузиастов, которые так же захотят как-то делать добро, можно вместе и каждую пятую часть сделать. Или кто-то порасторопнее, сделать побольше. Ну, это как бы вместе. Но ведь в том-то и дело. Очень многие люди, они... Ну, как бы вот... Берутся за дело не по силам. Ну, нет, не то, что не по силам. Такое тоже, конечно, бывает. Но, не зная оборудования, лезут в воду, а потом все кругом становятся виноваты. А дело, которое они затеяли, получает такой урон, что все остальные участники, на которых должна была упасть такая цунами тёплой благодати, окажется ледяным дождём. Бабушка, есть вопрос? Алло, здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте, бабушки. У меня вопрос к вам по поводу днаждённых младенцев. Известно, что Господь дает душу во время зачатия. Ну, также известно, что до 80% всех эльдонхиатов-памбрионов погибают из-за того, как женщина узнаёт о своей телеменности. То есть, по причине какой-либо неполноценности. Получается, что Господь дает душу и сам её забирает, и почти каждая женщина, почти 100% женщин, ильяд являет любительницами. Понимаете, какое дело? В Махачкале была авария. И там в аварию попал человек. Его задавили насмерть. Вы от этого являетесь убийцей? Нет. Ну, нет. Ну, так и что? Зачем говорить, вот каждый является убийцей. Потом, говоря о том, что в момент зачатия, это... А какой момент? Одна секунда, две секунды, полторы минуты. Кто об этом... Нет, беременность уже есть. Дело в том, что, может быть, этот младенец, он по своим генетическим свойствам не жизнеспособен. Он натушал, его уже есть. Что мы об этом можем знать? Вот что, мы же с ним в контакт не можем войти. Придет время, отойдем ко Господу, и нам все неведомое нам откроется. Главное, чтобы мы сами руку не поднимали на чужую жизнь, которая нам не принадлежит. А самому этому человеку и Богу. Вот и все. Больше ничего нам не надо. А сколько? Кого? О, почем? Это все... Такие рассуждения, вроде, как в средневеках говорят, на Западе были богословские споры, сколько бесов может устоять на кончике иглы, например. Понимаете, это совершенно бессмысленная затея. Да, я очень рад, что вам понятно. А вот я удивляюсь, почему? Я как-то вот совершенно... Почему-то прожил уже сколько лет, на пенсию вышел, и никогда меня это не интересовало. Вот, ну, совсем. А именно потому, что я детик, и к этому отношение. Нет, ну, если медик, и вы причастны к убийству младенца, это одно. Ну, а тогда чего? Ну, как можно мать, которая зачала ребенка, назвать убийцу? Ну, как? И сам Господь. А если чума? И всех, у кого умерли в доме, там, дети, бабушки, вот, умерли, а их всех назвать убийцами, что ли? Ну, где логика-то? Ну, я понимаю, вы женщина, тут особый, так сказать, ну, как бы способ мышления. Но все-таки, убийца тот, кто убивает, поднимает руку. Врач, делающий аборт, это, безусловно, убийца. Муж, который принуждает жену, который делает аборт, это, безусловно, убийца. А начальник на работе, который говорит, что, если уйдешь в декрет, то больше к нам не возвращайся, это тоже убийца. Женщина, которая, вот, говорит, мне надо сессию сдать, не вовремя, и она убивает, это убийца. Ну, и так далее. Ну, вот, на здоровье, пожалуйста. Вообще, батюшка, очень часто у людей возникают вопросы достаточно странные, совершенно не имеющие никакого отношения... Ни к чему. Ни к церкви, да, ни к чему. Ну, просто вот возникает вот такая вещь, и всё. Особенный очень интерес люди проявляют жизни первых людей в раю. И вообще, как там было, и что, и почему они так поверили там змею. Ну, да, вот я помню, откуда змей взялся, помнишь? Да, сзади. Да. Среди апостолов у Господа был любимый ученик. Значит, и нас Господь любит по-разному. От чего это зависит? От степени успешности нашего ученичества. То есть, насколько человек... Каждый учитель, он любит своих учеников, которые успевают. Который понимает учителя. Который во время уроков не ковыряет в носу. Который в это время не играет в какие-то электронные игры. Который делает задание. У которого в головке остаётся то, о чём говорил учитель. И которые это, что им преподано, предмет, они применяют в своей жизни. Когда учитель видит результат в своей работе. Да. Потому что... Ну, обидно. Вот каждому учителю, каждому священнику, ну, очень обидно. Сорок лет одно и то же талдычит, и никакого результата. Поэтому, когда встречаешь какой-то результат в ком-то, это необычайная радость. человек становится как-то ближе тебе, роднее. Ну, это вообще даже неоценимо. Хотя вот есть такое понятие, да, духовный отец, духовная дочь, там, или сын. Но как-то вот этого родства порой и не возникает. Ну, потому что происходит какая-то техническая процедура. Такое назначение. Ну, да. Люди привыкли подпись в виде фамилии, имя, отчество, да еще подпись. Да, число не забудьте. Не понимаю, что вошли в другую сферу. Не банковскую, не нотариальную. Но от этой системы оторваться ужасно тяжело. Ну, я не знаю, что это тяжело. Мне наоборот войти в эту техническую... А вы в ней не были, поэтому вам не тяжело. Ну, к чему? Почему? Я же работал на производстве и был инженером и занимался такой специфической деятельностью в отделе труда и заработной платы. Там всякая цифра. На всякие были соревнования, премии по этому поводу. Там это очень было все развито. Чем человек может больше всего угодить Богу? Тем, что выполнит основное его пожелание. Достигнет совершенства, как Отец Небесный совершенный есть. Наивысшая степень угождения Богу. Но достижима ли эта планка для человека? Ну, речь идет в степени. Это как в олимпийских соревнованиях. Результат, он все время растет. Понемножечку. А насколько он где предел? то есть, Богу угоден человек, который поставил для себя целью достижения вот этого совершенства. Но это просьба, обращенность самого Бога к нам. Будьте совершенны. Да. Бачка, ну, насколько эта заповедь применима каждому человеку? Или это все-таки к избирает? Абсолютно к каждому. Неважно, какой образ жизни человек избрал, монашеский, мирской или... Абсолютно. Человек избирает образ жизни тот, которому он лучше благо расположен. Так же и занятия. Для достижения Царства Небесного совсем не важно, кто ты есть. Вот. Ну, вот как академик Раушенбах. Он сначала занимался ракетной техникой, а в конце жизни занялся изучением икон. Или композитор Бородин. Занимался химией и параллельно музыкой. Одно другому совсем не мешает. Человек сам распределяется. Вот. Сейчас вот напишу какую-то пьесу или концерт, а потом сделаю то-то и то-то. Питер Пауль Рубинс, он занимался еще и дипломатией, например. очень был такой важный в государстве человек. А другие нет. Так ничего и не получилось в таком плане успеха, как обычно люди достигают. Поэтому разные могут поприще. для Бога это совершенно не важно. Для Бога важен ты добрый или злой, честный или подлец, щедрый человек или ты вор. Вот для Бога важно внутреннее твое состояние души. А по сравнению со всеми людьми, которые живут вокруг тебя, Богу угодно, чтобы ты был совершенным. Чтобы твое совершенство, по сравнению с другими людьми, люди видели и прославили отца твоего, который есть на небесах. не важно кто ты по профессии, важно какой ты человек. Абсолютно не важно. Это совершенно не важно. Космонавт или печник, как и руководитель государства. Он может быть человеком благородным, а может быть гад и садист. есть вопрос у нас. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Алло. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, чтобы узнать Божию Божию, правильно ли я понимаю, нужно не строить планы на будущее, а просто как бы будет по течению. Спасибо. Неправильный вывод. Христианин плывет только против течения. потому что вода всегда течет вниз, а низ это преисподняя. Поэтому планы тут ни при чем. Планы нужно строить. Вот у меня нынче план закончить передачу, поехать домой, попить чаю, помолиться и лечь спать. И что тут в этом такого чего-то противо естественно. Вот такой план. Он может быть нарушен. Телефонным звонком, аварией, мало ли чем. Или что-то вспомним. так бывает. О, я и забыл. И начинаю прям не выходя из автомобиля заниматься каким-то делом. А бывает прям сворачиваю и еду туда, куда обещал, но забыл. Поэтому я все время вот допустим гляжу в свой дневник, что у меня на сегодня. вот и все. Не знаю, как вы выводы такие странные сделали. Вот. А как бы плоть человека, она все время ему диктует такие вещи. Спи, ешь, отдыхай, накройся двумя одеялками. Вот. Устал лежать, включи телевизор. Или что-нибудь почитай. А лучше всего электронную книгу. Она говорит, а ты слушай. Минимальные затраты. Чувствуй, что уже дремешь, ну тогда выключай. Вот. А христианство, которое тоже внутри есть, оно понуждает. Понуждает помолиться. Понуждает ответить на письмо, которое ты получил. Понуждает помолиться за того, за которого тебя просят. Помуждает, когда вообще все нормальные люди уже давно дома отдыхают и ехать на телеканал «Союз». Вот. Благо, что по пути к дому. Вот. Вот. И ждешь, когда придет время, садиться в автомобиль и ехать. Вот. Так что вот и делаешь все наоборот тому, что велит твоя немощная плоть. Все время против течения. Каждый Божий день. Вы послушайте святейшего нашего патриарха. Он постоянно об этом говорит. Он говорит это нам. Но на самом деле я-то понимаю, что он говорит это и себе. Потому что он абсолютно беспощаден к своим годам, к своему самочувствию. попробуйте вот столько полетать взад вперед. Это знаете ли упражнение не из легких. Вот. Спасибо, батюшка. Есть еще у нас звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите пожалуйста. Алло. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка, у меня вот я там с тобой вскрыл, вот у меня Василий. У меня такой вопрос. Вот есть верующие вот в церковь уходят, вот там ну иконочки, на иконочке смотрят, ноются, а вот как на себя накладывают. А вот есть верующие, вот у них тоже церковь, вот они да, Иисус Христа проповедует все, прославляют его на музыкальных инструментах, вот, но почему они вот на иконочке не моются, и вот в крест на себе накладывают, вот меня этот вопрос интересует, объясните пожалуйста, заранее спасибо. Да очень просто, есть церковь, а есть секта. Это группа людей, которые не согласны. с учением церкви, тогда они идут в это самое, в отделение Минюста и основывают какую-то свою церковь. И там уже придумывают на каком инструменте им играть. На банджо или там на арфе, может на трубе, что сплясать ради Господа. и каждый, кто чем гораст, вот и стараются. Но пользуются все равно нашим, как говорится, священным писанием. Потому, что у них не хватит образования взять и сделать перевод священным писанием, потому, что оно изначально написано на греческом. Поэтому они берут наш церковный православный текст, разбитый на отдельные книги. Это вот разделение Матфея, Марка, Луки, Иоанна, Деяния Святых Апостолов и Соборное Послание Апостолов и Апокалипсис. Это разделило церковь нашу православную. Потом разделили на главы, разделили на зачало, разделили на отдельные предложения, потому, что сам текст, он написан в одну строчку. Вот, все это для них сделали, они этим пользуются. А уже там музычку подбирают сам, кто как хочет. Поэтому мы и называем секта, потому, что они отделились от основного тела церкви. Поэтому вот, они в иконах ничего не понимают, вот, и поэтому иконочки не признают. Вот, а, ну, почему? По неграмотности. Потому, что, если бы они захотели, поехали бы со мной в Рим, ну, конечно, за их счет, вот, оплатили бы, я бы пошел, повел бы в катакомбы, показал на стенах иконочки первого века апостольского периода. Вот изображение Господа Иисуса Христа, вот, Богородицы. Это с первого века, христианцы с первого века основания церкви. Вот, рассказал бы им, как произошла икона, как повлияло египетское искусство на создание икон, вот, и какие краски использовали, к тому времени, там, специально восковые, называлось энкаустика. Они сохраняют свой цвет до сегодняшнего дня. Ну, они этого ничего не знают, им там вот их, ну, старшие товарищи объяснили там, и они вот этого беззаветно верят. А на простые вопросы у них ответа нет. Ну, они говорят, что неважно как, главное прославлять Христа. Вот мы прославляем так. Мы его любим, мы его почитаем, мы его прославляем. Нет, все-таки Господь очень многие вещи нам просто заповедовал. Поэтому надо все-таки понимать, потом Господь научил апостолов. Апостол научил не просто мужиков из Тамбовской области, научил конкретных людей. Церковь живет 2000 лет. И каждое учится, предыдущее поколение учится еще у предыдущего, а последующие у предыдущих. Так вот передается предание церкви. А есть люди, которые вне предания? Вот, ну, вполне можно принести термин украл книгу, прочел и сделал свои самостоятельные выводы. А ты кто такой? Откуда ты вообще взялся? Почему название такого употребляешь церковь? Ты никакой не церковь. Ведь можно назвать себя хоть слоном, но расхобота нет? Какой ты слон? Ты шарлатан и разбойник, и обманщик. Но мы не запрещаем. Сам Христос не запрещал таким. Пусть банжо так банжо. Потом все. А потом страшные сутки всем все расскажут. Я даже тут не не извольте суммливаться. Есть вопрос, батюшка. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем внимательно. Выключи пять звук. Обязательно. Очень строго. 25 лет об этом говорю. Здравствуйте, батюшки. Скажите, пожалуйста, вот у меня дочка живет в Америке уже 12 лет. Замужем за еврея. Вот год назад он ей сказал, чтобы она перешла в Америку. А она не захотела, отказала. Но уехала в Россию, полгода жила в России, но не смогла обратно уехала. Сейчас с ним живет 4 месяца и они любят друг друга. И вот она срывается, а живут вместе в одной квартире, потому что некуда уходить. Как вот ей поступить, чтобы не перейти? Скажите, пожалуйста. Ну а кто ей указывать? Ну просто переходить же как бы грех в Евреист. Как ей пережить этого? Ну как пережить? Каждый же себе сам выбирает и мужа, и жену. Это что тут? Вообще что значит переходить в еврейство? Это вообще даже очень интересно. Крещеный человек переходит в религию тех людей, которые распяли Христа Спасителя. Вот это отлично. Просто даже так слушать приятно. Как то интересно. То есть брак то вообще для чего существует? Вот очень многие люди любят животных. Но никто же не женится на своих котах, на попугайчиках. Ну любят, ну ухаживают, ну чистят, живет в доме, когда болеют, лечат, операции всякие делают. Ну любят. Никто не скажет. Некоторые за домашними животными ухаживают, лучше, чем за своими детьми, там, внуками, племянниками. Некоторые имеют по 30 кошек, а про внуков вообще забыли, по именам их не знают, а своих всех знают по именам. Но никто в голову не придет на вот 30 котов и за 30 котов выйти замуж там. Брак христианский, он служит для того, чтобы создать домашнюю церковь, родить для Христа Бога деточек и их воспитать как христиан. Совсем другая задача. Понимаете? поэтому брак христианина с нехристианином он как таковой даже невозможен. Понимаете? Поэтому я вот понимаю этого парня еврея, который хочет жену, чтобы она была, разделяла его веру. Это очень нормально. Только такой вопрос нужно решать до того, как брак зарегистрирован и уже приехали в Америку, уже там 15-16 лет прожили, спохватились. Поэтому мне им и сказать-то нечего. Абсолютно. Как-то я, взрослый человек, буду вмешиваться в жизнь двух других взрослых людей. Что хотят, пусть то и делают. Всего вам доброго и от меня привет. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Возможно ли, живя в миру, подражать монахам, живущим в монастырях, в аскетических подвигах? И полезно ли это? Ну, кому полезно, кому вредно. Это же зависит от состояния ума человека, от состояния его души. Вот возжелал человек. Да, ну, здорово, мирянин. Дай-ка я вот тоже так. Дай-ка я выйду замуж за евреи. Да, Господи, помил. Вашка, насчет кошек в Америке это уже есть прецеденты. Ну, вот. Регистрируй. И регистрируй. Да. Это уже это... Ну, это вот, вот это прогресс. Ну, с кошками, а тогда я скажу, а с попугайчиками? Вот у нас один гражданин верил в попугайчика Кузию. Его обожествило, они ему молились, когда он уже это, хотел сказать, копыта отбросил. А копыт-то у него нету. Ну, лапки склеил. Вот. Все нормально. И денег много набрал. Прям. Ну, не могу сказать, что завидно, но удивительно. Удивительно, что народ поверил? Или... Нет, ну, народ... у нас в России только ленивый за пророка не прослывет, если ставится такая задача. Это просто, ну, не знаю, 15 минут и будет толпа стоять. Это можно прямо на Союзе. Ну, последнюю сделать передачу, но только адрес уже дать все подготовить, что вот новое. что вот с неба упала фиолетовая черепаха, и она сказала, я ничего не понял, записал на мактафон, показал лингвистов, оказалось, что она говорит на санскрите эта черепаха, и вот она поведала. И дальше что же покупаешь этот черепаший панцирь, красишь в голубой цвет, всем показываешь издали, что вот это вот как раз та черепаха, вот, которая на санскрите говорила, и слушай, что я тебе говорю, я тебе сейчас расскажу, что она сказала. И все, и несите деньги побольше, и поехали на Канарские острова отдыхать. Вот народ, а? Ну, чем дурнее, лошад идти. Чем дурнее, по-моему, я неплохо так придумал. Ты как-то сходу друга обижаешь, понимаешь. Вопрос есть, боюсь. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Вот, уже. Не выдержал. начальник нашего небольшого коллектива часто раздражается, иногда позволяет себе даже нецензурно ругаться. Молюсь за него, о умягчении его сердца. Но он, кажется, становится только злее. Почему моя молитва так влияет на него? Что не так? А молитва всегда на бесов влияет. Потому что раз он раздражительный, значит, он обладает бесом гнева. Раздражительность это проявление гневливости. И, конечно, бесу не нравится, что кто-то там молится, это... И выход из этой ситуации продолжать злить беса или оставить молитву? Ну, нет, оставлять не надо молитву. Человек хочет как-то ситуацию смягчить, а она уже А он, этот самый бедный бесноватый начальник, он вынужден будет. Либо бес его унесет оттуда, либо он его организм не выдержит. придется меняться. Ну, придется меняться, можно ему помочь еще, потому что сквернословие в общественном месте является административным нарушением. Это подлежит такое преступление закона штрафу. Вот, нужно поинтересоваться. Если в учреждении там дежурят милиционеры, спросить, ребята, вы тут как в наеме или по договору с отделением, с какого отделения пойти, так сказать, вот у нас матерится начальник, я могу вам это видео материала предоставить, не угодно ли вам его поставить в стоило. И все, милиционер вынужден, он же не может найти такого, кто это сделает, придут и скажет, знаете, ваше поведение, оно не достойно гражданина Российской Федерации. Вы нарушаете такой-то закон. Все законно. Да чаще все люди боятся портить отношения с начальником, с ним связываться не захотят, он уж точно отомстит. Всяко бывает, а может наоборот. Но может найдется такой смельчак. Ну, спрашивают, что делать. Я рассказываю. Священник дал мне настоятельный совет, с которым я не согласен. Дело касается моих внутрисемейных отношений. Могу ли я не исполнять советы? И чем мне это грозит? Это грозит тем, что ситуация наладится в семье. А если следовать этому совету, может все и развалиться. Потому что священник любой. Он судит со стороны. Причем он судит на основании одной версии. Всегда. А даже самый справедливый наш российский суд, он всегда заслушает две стороны. и еще добавляет свидетелей. То есть их мнение. И еще смотрят судьи опытные. Они смотрят, а врет не врет. Включают такие внутренние свои аппараты, умственные центры задействуют. И вот кто врет, кто не врет. Ну если он судит не за деньги, а по честности. и это ближе бывает к истине. А священник он сколько угодно может ошибаться. Как и все остальные люди. Есть вопрос у нас, Батюшка. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос. У нас вот здесь деревня у нас здесь в деревне раздается тесто. Понимаете, как бы друг подружки. И говорят, это тесто от Матроны. Это она это тесто замесила? Ну как вот это что? Матрона замесила это тесто или откуда оно? Ну да, у меня тоже такое сомнение. Ну вы все подробно узнаете, потом звоните, мы это обсудим. Мы даже не знаем откуда. Ну вы узнаете. Это же очень просто опять сказали. А может это от Пелагеи? Надо узнать. Справка есть? Печать, сертификат? Нет, нет. Ну а тогда почему вы знаете? а может это там что-то вам подмешивают не то? Ну вот тоже сомнения. Ну вот и у меня сомнения. Ну и что нам выбросить? Я не знаю. Это думайте сами. Это вопрос не ко мне. Что-то никто тесто мне не приносит. Сегодня правда банку икры мне принесли. Вот. Буду есть потихоньку с хлебушком. Сейчас вот пост. Замечательно. Спасибо большое. Приедете ко мне, я вас угощу. Хотите бутербродик намажем. Спасибо. Ну все. Счастливо вам. Спасибо. До свидания. До свидания. Вот пачка. Духовный вопрос. Ну и ладно. Я совсем не прост. Ну надо просто как бы ну чтобы человек узнавал как что откуда. Сейчас же очень много всего развелось. Но вот в это кто-то там сказал люди верят прям вот сходу. Ну как в голубую черепаху. Вот я тебе говорю. Я про эти хлеба тоже уже не первый раз слышу. А я первый. Но на самом деле это никто не может объяснить а что это такое. Вот святой хлеб. Вообще весь хлеб святой. Да. А в чем его особая святость никто не знает. Ну вот кто и знает. Мне дали вот сказали что только смотри не выброси. Выбросишь все тебе хана. Так а всем это хана. Хоть выбросил хоть не выбросил. Спасибо за передачу. закончил? Всего доброго дорогие наши зрители. С наступающим вас постом рождественским. Вот уже вступаем в пору когда готовимся к Рождеству Христову. Спаси всех Господи. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров Н.